Участники протеста не случайно собрались именно у здания парламента. По их словам, если депутаты Чугур-Кукинеша в третьем чтении поддержат поправки вводный кодекс, то они фактически узаконят уничтожение ледников на руднике Кумтор. Объяснение у парламентариев, теперь уже как и у представителей правительства, одно. От гигантов ледников и так ничего не осталось. Еще и финансовый вопрос. В дальнейшем ВЕТА сможет наложить только глава государства, когда к нему на подпись положат этот документ. Руки прочь от ледников, скандируют участники акции. Направлены эти слова к депутатам и предпринимателям. По оценке журналистов, на митинги собрались около 60 человек. Ледники трогать наше то, что мы владеем и стоим у истоков чистой воды, и положить лапу, так скажем, мохнатую на наше общее достояние – это преступность. Уважаемые депутаты, пожалуйста, опомнитесь, пока не поздно. Ледники – это жизнь, ледники – это вода, ледники – это наше достояние, это не ваше достояние. Клич прийти на эту мирную акцию был распространен в социальных сетях. Среди собравшихся не только активисты. Есть среди них и неравнодушные граждане, которым не все равно на то, что происходит в нашей стране. Пришли депутаты прошлого, пятого созыва. При них в парламенте шли бурные дискуссии вокруг поправок в водный кодекс. Так и не приняли. Общество активно противостояло. Мы, депутаты пятого созыва, были против изменения дополнения водного кодекса, потому что разрушение ледников – это преступление. А сегодня через рук депутатов шестого созыва правительство хочет притащить изменения заполнения водного кодекса. Это разрушение ледников. И вот та мелодия, услышав которую, каждый кыргызстанец кладет руку на сердце. Гимн – первая строка первого куплета. В ней говорится о ледниках. Все собравшиеся в один голос начали подпевать. Депутаты пятого созыва правительства. Депутаты пятого созыва правительства. Депутаты пятого созыва правительства. И вокруг Белого дома маршем, под присмотром правоохранителей. Режим на объект, как-никак. Собравшиеся требовали выйти к ним и депутатов. Впустую. Но вышел к зданию парламента народ не напрасно. Нардепы их вроде как услышали. Впрочем, в кулуарах Джугур-Кукинеши говорят, что принятие поправок в водный кодекс – дело времени. Мол, примут, если не на этой неделе, то на следующей. Анастасия Соболева, Нурбек Апаров, НТС.